Всем доброе утро! Здравствуйте! Нужно говорить о какой-либо методике без понимания, что это. И я не могу также не сказать о втором человеке в этом зале, который ввел в русский язык определение кинезиодейпирования. Он присутствует в этом зале. Это самый первый инструктор кинезио в России, Михаил Каганович. Немного об истории создания оригинальной методики, потому что, опять же, перспектива развития невозможна без истоков и понимания истоков. В 1973 году была создана концепция методики кинезиодейпирования. Я думаю, это общеизвестный факт. 1979 год ознаменовался тем, что было выдвинуто обоснование доктором Кензо Кассе, естественно, создание оригинальной методики кинезиодейпирования, кинезиотейпинг. После этого, 1979 и 1981 года ознаменовываются тем, что происходит разработка и создание оригинальных тейпов кинезиодейпинг, их, соответственно, распространение. 1982 год — это первая публикация, первая книга методики кинезиодейпирования. После этого, 1988 год, он является основным годом в 1988 году на Сеульской Олимпиаде. Кинезиодейпирование как методика получило свое международное признание. Признание в спортивной медицине, в профессиональном медицинском сообществе. И 1988 год, как-то считается уже в международном нашем сообществе, началом активного применения кинезиодейпирования именно в спортивной медицине. 90-е и 2000-е годы — это развитие распространения методики по миру, во всем международном именно сообществе. Развитие методики и ее научное обоснование в различных журналах, выход статей. Огромное количество семинаров образовательных по методике, как по базовым, так и продвинутым уровням. Разработка образовательного стандарта методики кинезиодейпирования, глобальное ее развитие. Активное применение кинезиодейпирования в спортивной медицине достаточно долго было таким основным краеугольным камнем именно развития глобального методики, именно в спортивной медицине. Что же происходит дальше? Дальше происходит естественно и логично клиника физиологического обоснования методики кинезиодейпирования и именно на английском языке, в англоязычной литературе, в англоязычных журналах. Я здесь привел несколько статей, они общеизвестны, общедоступны. Их можно скачать как на официальном сайте Международной ассоциации кинезиодейпирования. Они основные, они базовые, они объясняют основные принципы, основные механизмы воздействия кинезиодейпирования на организм человека. К сожалению, не так много времени, поэтому я, с вашего позволения, их пробегу. Ну и, собственно, основа доклада – это проблема внедрения методики кинезиодейпирования в медицинскую практику в Российской Федерации. Я думаю, ни для кого не секрет, что мы, русские, как это принято говорить, обладаем таким уникальным менталитетом. И все, что приходит извне, ну, немного в штыки воспринимается изначально. И это было из методики кинезиодейпирования. К сожалению, в клинической медицине до сих пор примерно так вот выглядит внедрение методики кинезиодейпирования. Это связано с несколькими моментами, о них поподробнее. В первую очередь нормативно-правовая база системы здравоохранения именно Российской Федерации. Я думаю, мы все прекрасно знаем это, что в основном она регламентирована несколькими такими актами. Это Конституция Российской Федерации, а именно 41-я статья Конституции. И закон номер 323, федеральный закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации. А именно 40-я статья, которая посвящена медицинской реабилитации и санаторию курортному лечению. Это, на мой взгляд, ну и, собственно, на взгляд нашего законодательного сообщества основные документы, которые, собственно, регламентируют наше здравоохранение. Касаемо основной проблемы, это недостаточное количество или отсутствие научного обоснования статей, имеется в виду рандомизированных статей, мультицентровых исследований на русском языке, либо переведенных на русский язык. Объясню, почему это основная проблема. Потому что если мы говорим о клинической медицине, а не о спортивной, то и это логичный повод, логичный довод, медицинское сообщество спрашивает, на основе чего вы делаете заключение, что кинезиотейпирование работает. И, к сожалению, мы вынуждены постоянно приводить международные исследования, зарубежные статьи. И у нас, к сожалению, нет статей на русском языке. Поэтому в рамках данного симпозиума, в рамках этого доклада, так как здесь присутствует, на мой взгляд, прогрессивная составляющая кинезиотейпологов или тейпистов, до сих пор, кстати, непонятно, как правильно называть на русском языке специалистов по кинезиотейпированию, очень бы хотелось, чтобы мы все, наверное, потихонечку занялись тем, что делали какие-то хоть мини, но исследования, чтобы они опубликовались именно на русском языке. Это важно. Также важно, чтобы эти исследования опубликовались в рецензируемых научных журналах, в изданиях, входящих в перечень ВАГ, потому что это также важно для признания методики в дальнейшем. Какие возможные варианты… Да, важный момент, на который хотел обратить внимание. Чтобы не быть голословным, это от 4 сентября данные. Данные Центральной научно-медицинской библиотеки и Федеральной электронной медицинской библиотеки. По поиску на русском языке, на кириллице, кинезиотейпирование, кинезиотейпинг выдается ноль. Единственный момент, на который бы я хотел обратить внимание, это кинезиотейпинг Центральной научно-медицинской библиотеки монографии Дмитрия Анатольевича Киселева. Это единственная книга, на настоящий момент, представленная именно в рамках Центральной научно-медицинской библиотеки, в рамках этого архива. На настоящий момент, вот Евгений Генчич Ачкасов говорил вчера о нашем учебном пособии, оно пока еще как бы не опробируется, вносится в реестр Центральной научно-медицинской библиотеки, и, ну, я думаю, там в ближайшее время так же будет представлено. Но еще раз повторюсь, для одной шестой части суши, мне кажется, это крайне мало. Поэтому еще раз повторюсь, наверное, есть смысл начинать делать какие-то исследования. Возможные пути решения. Это, как минимум, еще раз повторюсь, перевод тех статей, которые уже есть. И, на мой взгляд, это необходимо делать с помощью и при помощи российского представительства Международной ассоциации кинезиотейпирования, это важно. Также, на мой взгляд, важно продолжать перечень, важно продолжать разработку и публикацию различных учебных пособий, грифованных именно учебных пособий. Ну и, собственно, публикации в различных медицинских изданиях, входящих в перечень ВАК. Это важно. Я хотел бы также обратить внимание, что я очень надеюсь, что данный доклад будет в дальнейшем, как бы это сказать-то, развит в дискуссию, потому что невозможно мне говорить какое-то свое мнение или мнение тех специалистов, которыми я советовался перед написанием этого доклада. На мой взгляд, так как мы здесь все находимся и все говорим о кинезиотейпировании, важно также услышать друг друга. Следующая проблема, которая также существует, это отсутствие официально-государственных циклов тематического усовершенствования и профессиональной переподготовки. То есть до сих пор непонятна правовая база данной методики, данной технологии. То есть мы, если говорим о кинезиотейпировании, атлетическом и жидовском тейпировании, вообще в принципе о тейпировании, то непонятно, кто этим должен заниматься. Не имеется в виду, это высшее медицинское звено, среднее медицинское звено, это тренера по физподготовке, это инструктора ЛФК, кто имеет право использовать только мышечную коррекцию, только корригирующие методики, кто имеет право использовать и то, и другое. Это важно, и я очень бы хотел на этот вопрос, наверное, услышать ответ от наших зарубежных коллег, потому что это действительно важно, чтобы они поделились своим опытом. Также отсутствие, можно сказать, малого количества профессионально-педагогического состава именно сотрудников профильных кафедр, а это, на мой взгляд, именно профильные кафедры должны в Российской Федерации на базе федеральных медицинских вузов заниматься данной проблемой, которая полностью владеет методикой кинезиотейпирования. Здесь это, наверное, все-таки больше к российскому представительству вопрос, что важно именно к сотрудникам кафедр в первую очередь обращаться и за помощью, и за, соответственно, дальнейшее развитие данной методики. Ну и, собственно, также немаловажный момент — это дискредитация классической методики, оригинальной методики кинезиотейпирования коммерческими семинарами по, назовем так, авторским методикам. Потому что это существует и в России, это существует и в других странах, и это не секретно для кого, что специалисты, прошедшие, назовем так, базовые семинары по кинезиотейпированию, и потом начинают проводить именно авторские семинары с авторским представлением кинезиотейпирования. И в какой-то момент получается, что методика работает на уровне «здесь болит, здесь клеем». Именно клеем. Не делаем аппликацию, клеем. Но это большая проблема. То же самое очень бы хотелось услышать мнение зарубежных коллег о том, как происходит, назовем так, борьба или коррекция данной проблемы у них. Возможные пути решения, я уже об этом говорил, на мой взгляд, и на взгляд коллег, с которыми мы проводили, назовем так, совещания, это в первую очередь организация циклов тематического усовершенствования, циклов профессиональной подготовки или переподготовки именно по методике кинезиотейпирования. Это важно, еще раз повторюсь, для признания методики в целом в России. Следующая проблема, которая существует, это отсутствие, я уже об этом говорил, но еще раз повторюсь, отсутствие места методики или места данной технологии в современной системе и структуре медицинской специальности. Еще раз повторюсь, что до сих пор не ясно именно в рамках Российской Федерации, в рамках российского здравоохранения, кто именно этим должен заниматься. Это важный момент. И отсутствие строго регламентированного юридического статуса как таковой медицинской услуги, кинезиотейпирования, кинезиотейпинг, терапевтическое тейпирование, можно это по-разному называть. Суть в том, что до сих пор отсутствует юридический статус. То есть каким образом мы можем проводить эту услугу, именно проводить услугу в рамках ОМС. И это важно, потому что в рамках ДМС это достаточно просто. Это переводится на английский язык ОМС, ДМС? А, супер. Хорошо. Вот, и это важно. Ну и, собственно, возможные пути решения, это в первую очередь, да, это, безусловно, популяризация именно российского представительства Международного статуса кинезиотейпирования, это развитие профессиональных медицинских сообществ именно по кинезиотейпированию, потому что это важно, чтобы они обладали неким юридическим статусом, которым в дальнейшем, пользуясь которым в дальнейшем, могли бы быть написаны клинические рекомендации, стандарты оказания, там, допустим, медицинской помощи с помощью применения методики кинезиотейпирования, внесение именно стандарта федеральной, да, оказания медицинской помощи. Это важно, потому что без этого мы просто дальше не двинемся. Мы будем находиться на том уровне, на котором мы сейчас находимся и сталкиваться с теми проблемами, которые на настоящий момент есть. Возможно, пути решения, я уже сказал, еще раз повторюсь, что это, безусловно, работа с профессиональным медицинским сообществом, это работа с врачами на местах, это создание неких, может быть, активных групп, активных сообществ, может быть, каких-то профессиональных медицинских сообществ или ассоциаций. Ну и, собственно, тезис сна. Я сказал обо всем, о чем хотел, и в конце хотелось бы сказать, что только вместе мы сможем помочь именно уникальной, да, оригинальной методике кинезиотейпирования стать официально признанной медицинской услугой в России. Спасибо, и очень бы хотелось услышать. Спасибо. 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 Спасибо.